Всем привет, с вами Стас и сегодня я расскажу вам о своих чехлах на iPhone 4 и 4s. Давайте же начнем. Мы начнем по порядку, как всегда с первого чехла, это будет вот этот чехол. Так, этот чехол у нас марки Ferrari, он из натуральной кожи. Внутри у нас замша, говорят, что такая же замша используется в машинах марки Ferrari. Как видите, минус этого чехла, то что он со временем у вас будет загрязняться внутри и пойдут нитками. То есть кожа все-таки не прочная, но зато есть логотип Ferrari, кожа натуральная. Это вообще очень хороший формат чехлов, это чехол кармашки, то есть вы засунули туда телефон, нашел его без пленки, вы засунули туда телефон и носите, телефон не царапается, потом достали телефон в точно таком же виде, как его и изобрели в Купертино. Кармашки засунули, достали. Приказный формат чехов. Следующий чехол, это вот такой вот силиконовый гигант для айфона. Я не знаю, почему эти чехлы многие любят, но раз они есть, значит, кому-то нужны вот такие вот силиконовые гиганты. Защищают ваш телефон со всех сторон, тем самым его утолщают и делают до толщины 3G айфонов. Вот не вот такие вот сами по себе толстые силиконы, но зато защищают со всех сторон. Я его использую обычно как чехол для путешествий. Силикон гнется во все стороны. И он уже исцарапанный, потому что он падал и не раз, и во многих путешествиях. Следующий чехол, наверное, такой ультимейт решения, для людей, которые хотят защитить свою заднюю крышку, но они не хотят, чтобы телефон был сильно потолстен. Потому что этот чехол не сильно делает ваш телефон толстым, то есть это вот такая вот пластиковая накладка, но она не сильно защищает ваш телефон. Он еще со временем, она вот так вот красиво гнется и зад весь у нее, как вы видите, исцарапанный. Это минус этого чехла, на стол он дешевый, на Китае их можно заказать по 30 рублей. Следующий чехол, это мой самый первый чехол для айфона, это iCover, покупался он в связном. Тут вот такой вот вывес под яблочком, то есть ваше яблочко будет видно, и внутри написано, что это iCover. Made in Korea, сделан в Корее. То есть какой-то как, может даже фирменный чехол. Я не знаю, это все пластиковые чехлы. То есть достаточно хороший чехол, с ним проходил достаточно долго. Следующий чехол, это не совсем чехол, это такой вот бампер, это бесполезная фигня, на которой есть обзор на моем канале. Он просто защищает ваш телефон по бокам. Также есть небольшие выступы, если хотите, можете посмотреть полный обзор этого чехла на моем канале. Ну и, наверное, самый памятный мой чехол, это вот такой вот чехол Швидона. Это чехол из Швеции, который мы привезли, когда были зимой в туре по балтийским странам. Это вот такой вот прекрасный чехол, тут изображен лось, человек. Вот этот чехол я люблю, он выполнен из пластика, но прорезиненная поверхность этого чехла. Тут все вырезы есть, покупался он недорого, в переводе на наши деньги. Это получается около 800 рублей вот за такой вот пластиковый прекрасный чехол. Этот чехол мне дорог, как память, и вообще о памяти о такой прекрасной стране можно и оставить себе. Вот этот прекрасный чехол. Ну что ж, это были все чехлы на iPhone 4 4s. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте звать друзей. Я вижу, что на канале спала активность, так что давайте подна... Давайте все напрягемся. Да, отца на боку он залетел. И 23-го вас ждет такой немножко экспириенс на моем канале. Это будет влог, да. Настоящий влог с последнего звонка, так что понимаете, почему долго не было в видео еще подготовка гея. Ну что ж, спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok